Автомобильчик Бип Сказки Крюковой Тамары Шамильевны Авария По краю дачного участка шла канава, поросшая такой густой травой, что игрушечному автомобилю она казалась непроходимой чащей. Однажды вечером, как раз перед ужином, Леня отправил Бипа в дальний рейс. Не подозревая, какие приключения его ожидают, Бип весело покатился по дорожке, но не сумел вписаться в поворот и со всего разбега влетел в заросли. Он затормозил и стал дожидаться, когда Леня придет за ним, ведь сам он был маленький и не умел давать задний ход. Время шло, а мальчик не появлялся, и Бип понял, что Леню позвали ужинать. Прошло еще немного времени, и стало ясно, что Леню уложили спать. Поняв, что сегодня ему придется ночевать не в гараже, а одному под открытым небом, Бип загрустил. Скучно стоять, если рядом нет никого, с кем можно поговорить. Вдруг в траве послышался шорох, и из заросли высунулась серая мордочка с озорными глазками-пусинками. Это был мышонок. «Ой, что это такое?» – пискнул он. «Я, Бип», – представился автомобильчик. «А чего ты тут прячешься? От кошки, что ли?» – поинтересовался мышонок. «Нет, я не боюсь кошек», – сказал Бип. «Правда? Ну ты и храбрец», – подсхитился мышонок, но вдруг испугался и попятился. «А может, ты хищник? И затаился, чтобы кого-нибудь сапать». «Никакой я не хищник. Я автомобиль. Не видишь, что ли?» «Я вижу, но никаких автомобилей не знаю. Крота знаю, лягушек знаю и даже лужа, что живет за бревном. А вот автомобилей я не встречал». «А что ты умеешь делать?» – спросил мышонок. «Ну, я езжу по улицам и развожу пассажиров. Кого на работу, кого в детский сад», – похвастался Бип. «Вот это да! Так ты не только храбрец, а еще и силач!» – удивился мышонок, глядя на нового знакомого. «Я и не то могу. Я как напью с бензина, так держись. Еду, сигналю. Разойдись!» «Все только в стороны шарахаются», – разошелся автомобильчик. «А на дачу я отдыхать приехал. Большую машину к себе в гараж пустил. А то скучно одному. Да, и ее беднягу жалко. Что же она будет стоять под открытым небом?» «А чего же ты сам в гараж не поехал?» – допытывался мышонок. «Я решил воздухом подышать. Хочешь, тебя покатаю?» «Конечно, хочу!» – обрадовался мышонок и залез в кабину, как заправский шофер. Он нечаянно нажал какую-то кнопку. Бип сорвался с места и помчался. Мышонок, который никогда в жизни не катался на машине, испугался и вцепился в руль. Руль повернулся, и машину занесло. «Крути в другую сторону!» – скомандовал Бип. Мышонок крутанул изо всех сил, но вышло еще хуже. Автомобиль вилял из стороны в сторону и отчаянно сигналил. «Полегче, а то мы попадем в аварию». «Не попадем! У нас тут нет никакой аварии!» – успокоил его мышонок, который от ряски заикался на каждом слове. В это время Бип съехал с откоса и закувыркался вниз. «Круть-верть! Круть-верть!» – шмяк! Он чудом остановился на самом краю канавы, колесами кверху, и прислушался. «Как ты там, живой?» – спросил он мышонка. «По-моему, не очень!» – пропищал мышонок, вылезая из окна. «Так и знал, что мы попадем в аварию!» – вздохнул Бип. «Нет, это не авария! Лягушачья запруда!» – возразил мышонок. Пока они разговаривали, откуда ни возьмись, набежала целая толпа лягушек. Они так возмущенно квакали, что если бы у Бипа были уши, ему пришлось бы их заткнуть. «Как вам не стыдно! Почему вы тут кувыркаетесь и шумите?» – сердито кричал пучеглазый народ. «Мы не хотели вас беспокоить, но мы же не виноваты, что попали в аварию!» – оправдывался Бип. «Если вам нужно в аварию, то вы ошиблись адресом. Это лягушачья запруда!» – рассерженно топнула ногой толстая квакша, которая, судя по всему, была здесь заводилой. У Бипа от состояния «верх ногами» мысли путались, но он все же попытался объяснить, что к чему. «Если машина переворачивается, это авария. Тогда в городе собирается много народу, чтобы ее поставить как надо!» «Нам город не указ!» – подбочинилась квакша. «Мы не хуже городских! Мы тоже можем квак-надо!» «А ну, квакши, навались!» – скомандовала она остальным. Лягушки все вместе ухватились за Бипа и подняли его и поставили на колеса. «Спасибо! Вы очень добры! Если хотите, я вас тоже покатаю!» – поблагодарил лягушек Бип. Видя, что все закончилось миром, мышонок расхрабрился и вылез из укрытия. «Чур я за рулем! Я как-никак уже ученый!» – пропищал он. Никто не возражал. Бип перекатал все лягушачье семейство. А когда собрался уезжать, квакушки пригласили его бывать у них почаще. А квакша сказала «Так приятно иметь дело с образованным! Мы всю жизнь думали, что это лягушачья запруда, а оказывается, живем в аварии! Хотите верьте, хотите нет! Но с тех пор маленькую заводь у канавы так и зовут – авария!» Субтитры создавал DimaTorzok